МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня это вместе с моими гостями. Встречайтесь, заботливые родители Михаил Престижнюк, Юля Борник, Олеся Ратушная. Чему и как научить ребенка, чтобы он не стал жертвой похитителей, расскажут и научат наши эксперты. Детский психолог Виктория Любаревич-Торхова, эксперт по безопасности Антон Фарк впервые у меня в гостях. Антон Фарк. Больше 10 лет учить людей о особистой безопасности. Провел более 300 семинаров из самообороны и выживания. Мае больше тысячи ученев. Серед них сотни детей, які уже отримали практичные навыки поведенки на улице. Він и сам турботливый батько, который из детства учил свою доньку захищаться от вуличных злобей. Я думаю, все родители говорят детям, не разговаривая с незнакомыми людьми. Не бери у чужих людей конфеты и никуда с ними не ходи. Однако, насколько действенны такие предупреждения и разговоры? Юля, вот ты своему Матвею рассказывала, как надо себя вести с незнакомыми людьми, чтобы, не дай бог, его не украли. Говорили и говорили неоднократно. Это, наверное, самый кошмарный сон, который может присниться. Это когда твоего ребенка крадут. Поэтому я каждый раз проводила эти беседы. Миша, Леся, а вы? Безусловно, к восьми годам мы с Ваней вышли на то, что нам необходимо знать о безопасности все. И да, мы начали эту процедуру. Я с ней беседы эти проводила с пяти лет. И это чуть ли там не каждую неделю. Я с ней разговариваю, объясняю, поскольку она у меня неимоверно наивный, доверчивый ребенок. Две недели назад мы провели эксперимент. Мы попросили наших заботливых родителей оставить своих детей на пару минут одних на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты тоже быстренько приехал, хорошо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек ускоряется, он не дает возможности ребенку задуматься. А еще используется момент страха. Ну, такое запугивание, что-то плохо с родными. Для ребенка самый базовый страх животное – это потерять родителей. Они от них зависят. Они готовы все бросить и бежать, а думать им некогда. Вторая уловка – это когда ребенка просят о помощи. На примере вашей дочери. Девочка, а можно тебя на минуточку? Ты не можешь? У меня просто кролик, он на дороге один. Ты можешь его подержать? Подержи, пожалуйста. А я пока сумки вот тут вот. Постойте ты сам. Хорошо, подержи. Хорошо? Тебе не трудно? Спасибо. Так, ну я сейчас пока. А ты можешь мне его сюда тоже засунуть, а? Давай, вот когда его так… Поскрывали большой. Да, он такой, он просто боится, когда он… О, значит тут у нас что-то как-то так… О, боже. В багажник? И ребенка нет. Очень часто давят на жалость у ребенка, когда животное какое-то попало в беду. Или я тут старенькая, или у меня что-то болит, или ключи где-то упали, запали. Ну и третий момент тоже очень распространен. Это когда ребенку предлагают какие-то подарки или привлекают тем, чем увлекаются все дети. Это гаджеты. Привет. Можно я посижу в переноске? Спасибо. Слушай, а тебя как зовут? Папа. А ты знаешь, у меня есть вот такой вот планшет, и тут мне загрузили разные игры, но я еще не совсем научилась. Ты мне поможешь? Поможешь? А ты умеешь? Там давай в стороночку чуть-чуть отойдем с тобой. Пойдем? Правда? И покажем, как мы научились, да? На, держи планшет. Вот. А ну давай, пошли. Иди вперед. Давай. Давай. Раньше это были конфеты. Сейчас конфетами не каждого ребенка удивишь, и уже у нас пошел апгрейд. Могут сказать, слушай, ты знаешь, тут такая акция проходит, мы тебе сейчас подарим планшет, еще тебя сфотографируем как победителя, и тобой будут гордиться родители, твои друзья, вот в самую точку. Это действует не только на детей. Это действительно схема, которая работает со всеми вне зависимости от возраста. Я человек, который попадал в разные ситуации, и одна из них, это была ситуация, когда я училась на втором курсе университета. Эти люди, они очень хорошо готовятся. Возле нашего университета ходил человек, он был очень дорого, круто одет, и подходит, ну, у нас творческий вуз был, и говорит, сейчас проходит кастинг, срочно нужно, значит, идти туда-то, туда-то, это здесь недалеко. И я, вы понимаете, взрослый человек, иду с ним, он идет, мне по ходу рассказывает, абсолютно профессионально. Мы заходим с ним за угол, там хватает меня еще два человека, и начинаю тащить в подъезд. Закончилось это все благодарю моего ангела-хранителя. Начали выходить люди, целая большая компания из квартиры, которые начали спускаться. Они поняли, что что-то не то происходит, они подошли, начали задавать вопросы, эти стушевались. Один меня очень крепко держал за локоть, но они, по моему выражению лица, понимали, что что-то не то, и они меня просто забрали оттуда и увели. У меня был шок, я отходила несколько дней. Я была 19-летней девушкой уже, взрослым человеком. Итак, мы рассмотрели три способа, которыми злоумышленники пытаются войти в доверие к ребенку и фактически похитить его. А теперь давайте же поскорее разберемся, как родителям помочь детям, помочь заранее, чтобы дети знали, как действовать в подобных ситуациях. Ну, давайте начнем с первого, доброй знакомой семьи. Если вы предполагаете ситуацию, что вам придется прислать за ребенком незнакомого человека, которого он не знает, значит, заранее надо оговорить кодовое слово, тот самый пароль. Если подошел взрослый дядя, сказал простокваша, ребенок с ним разговаривает. Не сказал. Ребенок просто дальше не вступает в разговор. С какого возраста можно о таком договариваться слове? То есть с какого возраста это работает? Где-то с того возраста, когда ребенок начинает уже сознавать, что происходит с семи-восьми лет. Ну, то есть ребенок идет в школу. То есть он какое-то время будет проводить без присмотра родителей. А нужно ребенку, вот к нему подходит человек, нужно спрашивать кодовое слово? Не в коем случае. Так, а как? Ребенок не должен вступать первым в диалог с незнакомым человеком. Правильно? Если незнакомый человек начал диалог не с кодового слова, то диалог должен прекращаться. Это очень важно, чтобы ребенок понимал, что это железное правило. Это слово кодовое нужно тренировать дома. И наши уважаемые эксперты согласились на эксперимент и записали в видеодневники, как они проводили эти тренировки необходимых, жизненно необходимых навыков. Давайте посмотрим. Алюша, может быть такое, что кто-то к тебе подойдет и представится, что он от папы. Скажешь, что папе плохо. Любая история, что мама или папа меня послали за папой, поехали и порадили. У нас с тобой есть кодовое слово. Какое? Это кодовое слово «дрова». Пусть будет кодовое слово «потёк». Если человек приходит к тебе и говорит, что он от папы, то первым делом он что должен сделать? Сказать кодовое слово. Так, мальчики, привет, дрова. Там твоему папе очень плохо, он просил меня привезти тебя к нему. Поехали? Да. Но если человек, а жена тебе расскажет, потому что мама тебя ждет. Он не говорит. А у меня сначала всякие там. Исправь. Девочка, хорошо, что я тебя нашла. Там твоему папе стало плохо. Пошли, пожалуйста, поедем со мной. Девочка, ну куда же ты? А что нужно делать ребенку, если похититель действует по второму сценарию? Просит у ребенка помощи. Ну как нашим детям, да, вот Мирону, Матвею, Ваньке моему, как не помочь собаке, которую сбила машина? Ну как? Мы же их изначально учим правилам поведения, правилам помощи. И она видит, что я помогаю. Да попроси меня, та же женщина, подержать кролика возле багажника, так подержу уж. Когда один взрослый обращается к другому взрослому, это нормальная ситуация. Почему взрослый обращается за помощью к ребенку? Это нонс. То есть, кстати, это да. Научить ребенка, что если его попросили о помощи, то надо позвать на помощь родителей. Взрослого. Своих. Взрослых, которым он доверял. Если он в школе, учителя. Учителя, родителей и так далее. Научите ребенка кричать «я сейчас» и бежать туда, где много взрослых людей. Фраза «я сейчас» сбивает с толку похитителя. Он делает паузу, а ребенок тем временем убегает. Также эти слова после тренировок для ребенка подсознательно являются сигналом к тому, что надо бежать. Девочка, помоги мне, пожалуйста. У меня котеночек на дереве застрял. Я тебя подстрелила. Ты поможешь, что я не могу сказать. Пошли, пожалуйста, котеночек. Ну, идем. И сейчас. Мальчик, извини, пожалуйста. Мне может быть, мне помочь. У меня там очень тяжелая сумка. Мне нужно, чтобы ты помочь мне ее засунуть в машину. Хочешь мне замочь? У нас осталась третья уловка. Когда похититель предлагает подарок или заманивает ценной вещью. Что делать в таком случае? Научите ребенка привлечь внимание окружающих к происходящему. О, тут подарки раздают. О, тут акция. Сейчас я друзей позову. Прям кричать это. Ажиотаж. А почему нет? Хочешь бесплатную машинку или конструктор? Люди, собирайтесь тут бесплатную машинку. Все сюда. А тут телефоны отдают. Кому подарок? Все сюда. Теоретическое обучение – это хорошо. Нужна практическая тренировка. Любой навык достигается только тренировкой. То есть только с помощью доведенных до автоматизма реакций ребенок может уберечься от похитителей. По твоему опыту, Антон, сколько времени нужно потратить, чтобы у ребенка этот навык выработался? Я имею в виду, если родители будут тренироваться. Чтобы он заработал, хотя бы недели две интенсивного тренинга надо провести. Но потом периодически проверять и поддерживать. Есть еще этот навык? Осталась эта привычка? Или она ушла? Мы устроили своеобразное испытание. Я бы сказала, экзамен для ваших детей. Мы снова попросили Юлю, Мишу и Олесю оставить детей на улице одних. Аби переверить, чи засвоили дети на станови батьков, мы провели еще один эксперимент. Отправляемо до малеча актора, який спробует заманить их у пастку и следуем за реакцией дитлахов. Ух, какой ты спортивный! Привет! Мы в том углу парка проводим эстафету. И все участники эстафеты получат приз. Флешку на 8 гигабайт. Все сюда! Скорее! Тут подарки бесплатные. Скорее! Злодей подстарег Матвея прямо біля будинку, коли він йшов до друга в сусідній під'їзд. Мальчик, привет! Не поможешь мне упаковать кролика в багажник? Хочешь подержать кролика? Єва, наш акторщик, а на дороге в магазин уже два кроки від будинку. О, Єва, здравствуй! Я сотрудник твоей мамы Олеси, мы вместе работаем. Папе твоему стало плохо, и мы, вот я, моя машина, мы сейчас поедем к твоему папе в больницу. Пошли? Нет! Все сработало. Это доказывает, что постоянные тренировки важны абсолютно во всем, в том числе и в вопросах безопасности. Я очень вам благодарна, потому что я услышала для себя какие-то очень простые вещи, но очень применимые. Спасибо огромное за эти советы. Жизненно важные советы, которые нужно превратить в навыки. И не забывайте, пожалуйста, тренироваться вместе с ребенком. Спасибо. Привет, Ютуб! Понравилось это видео? Тогда комментируй его, делись со своими друзьями и, конечно, подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых интересных и свежих новостей. И тогда, конечно, все будет доброе.